Начинающий музыкальный продюсер из Наринмара Ян Вейнберг Николас врывается в топы музыкальных чартов. Диджей из маленького заполярного городка занимается написанием авторских треков, которые набирают популярность не только среди российского слушателя, но и среди зарубежных ценителей музыки. Как зарождаются треки и в чем их привлекательность – подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Профессиональный мэш-ап в сведении двух треков – единый электронный симбиоз. Именно этим занимается молодой диджей. Уже более девяти лет Ян Вейнберг Николас увлекается музыкой. Творческий путь музыканта начался еще в 2012 году. Парень воодушевился своим кумиром и решил связать свою жизнь именно с музыкой. На данный момент я пишу больше музыки из-за пандемии, выступлений все меньше. Так что по большей части, да, пишу музыку только. Пандемия коронавируса сильно повлияла на работу диджея. Раньше Ян был частым гостем на мероприятиях городского и окружного масштабов. Также его приглашали отыграть свои музыкальные сеты в Москву и Архангельск. Сейчас молодой саунд-продюсер активно работает над написанием музыки в разных стилях. Пишу в стиле электро-хаус, прогрессив-хаус, фьючер-хаус. Бывает коммерцию пишу, поп-музыку. Но это больше, скорее всего, акцент на Россию. А на зарубеж танцевальную музыку, идею. Вдохновляюсь исполнителями, своими любимыми диджеями. Смотря на своих фаворитов, Ян продолжает получать знания именно в этой сфере. Самый первый трек диджей Венжин, под этим псевдонимом выступает молодой артист, создал в 2017 году, который стал рывком в сфере творчества. Писать я начал именно музыку с 2017 года. Я стал плотно изучать, я думаю, какой диджей может быть, который не играет свою музыку. И в 2017 году я буквально за год очень быстро изучил музыку и уже подписал свой первый контракт с музыкальным лейблом. И в конце 2017 года меня уже издали. Ян уже выпустил много авторских треков, которые продолжают держаться на лидирующих позициях в топовых музыкальных платформах Эстонии, Финляндии и Нидерландах. Также их поддержали знаменитые диджеи, диджеи мирового уровня, которые входят в топ-100 диджеев мира. Отыграли на радиошоу своих. Очень приятная поддержка, которая мотивирует. На сегодня у молодого диджея подписано более пяти контрактов с популярными лейблами из России и других стран. Один из Хармор Рекордс – это Британия. Один русский популярный поп-лейбл – это опять же коммерция. Это Сакура Рекордс. На нем многие хиты издавались. Еще Хаффу Рекордс. Сейчас мы держим курс на большие лейблы, которые попадают в топ-чарты. Я не брошу это дело уж точно ни по каким причинам. Даже если у меня не будет получаться. Это всего лишь только уроки, мне кажется, буду извлекать из этого. Дальше писать музыку и только вперед. Совсем скоро Ян выпустит новый авторский трек совместно с поп-лейблом Sony Music. Вот так, начиная с обычного хобби, диджеи Венжин добился успеха в своем деле и продолжает совершенствовать свои навыки. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.